Здравствуйте! Сегодня у меня на обзоре водонепроницаемый чехол фирмы Shein K FLW315 для камеры DJI Osmo Pocket. Эту камеру я купил себе, когда планировал ехать на море. Ну и соответственно, купив экшн камеру и не купить к ней водонепроницаемый чехол просто бред. Зачем камеру тогда покупал? Ну и недолгих поисков на Алиэкспрессе я заказал себе вот этот чехол. Давайте его распакуем. Чехол приходит вот в такой вот коробочке. На задней части небольшое описание. Написано, что чехол выдерживает погружение до 60 метров. Здесь небольшое описание и комплектация, что должно идти внутри коробочки. Открываем коробочку и проверяем, что там внутри. А внутри такой пролоновый кирпич. Больше коробки ничего нет. Открываем крышечку и собственно сам чехол. Достаём его. Сразу же радует вот это вот колпак. В виде известного резинового изделия. Он предназначен для полировки верхней колбы. Сам чехол по себе очень прочный. Ничего не крепит, не скрипит, не люфтит. Кнопки нажимаются, всё хорошо. Открывается и плотно закрывается. Давайте подключим камеру и проверим, как она внутри. Камера вставляется довольно-таки плотно. Здесь по бокам есть небольшие резиновые проставки, что уплотняет насадку самой камерой. Камера включилась и мы сразу видим, что всё работает, всё хорошо. Ну и тут сразу же проблема этого чехла. Дело в том, что всё управление камеры происходит через сенсорный экранчик. А в данном чехле он просто недоступен. Единственное, что нам доступно, это две кнопки. Кнопка включения и выключения камеры и кнопка включения и выключения записи камеры. Ну а так, подвес работает, ничего не цепляет, ему ничего не мешает работать. В принципе, всё хорошо. Сразу же видим два крепления внизу и в передней части чехла, что удобно. Можно зафиксировать его на любую поверхность. Так, чехол и выглядит вроде бы внушительно. Надо его срочно идти и тестировать. Ну, как вы понимаете, мой отпуск накрылся известным коронавирусным тазом. А купаться в сургуте в мае – это удовольствие для истинных ценителей. Так что пришлось проверять камеру на даче, спуская камеру на веревочке в водоём. Но, тем не менее, чехол прошёл проверку успешно. Итак, что по итогу? Начнём с минусов. Первое – это практически полная потеря контроля над управлением самой камерой. Фактически, когда камера находится внутри чехла, вы можете только включить и выключить камеру. Или включить и выключить запись. Всё. Доступ к контролю подвеса у вас нет. Второе. Ну и прежде чем запихать камеру в чехол, необходимо заранее определиться с режимом стабилизации. Когда камера внутри чехла, и, соответственно, вы уже в воде, выбрать другой режим стабилизации уже невозможно. Плюсы этого чехла из очевидного – воду он не пропускает. Ну, а заодно его можно использовать как противоударный, так и противопылевой чехол. Ну и второй плюс – это возможность закрепить эту камеру на любую поверхность. Конечно, если у вас есть нужные крепления. Благо, они здесь стандартные. И да, колпачок для полировки верхней цилиндрической части в виде известного резинового изделия очень порадовал. Итак, стоит ли покупать этот чехол для съёмки под водой? Если у вас камера DJI Osmo Pocket, у вас других вариантов нет. Это действительно хороший чехол. Ну, а другой вариант – то, что камера сама по себе неудобная для съёмки под водой. Поэтому при подводной съёмке я бы рекомендовал другую камеру. Ну, а у меня всё. Если видео было полезно, поставь лайк. Есть что сказать – пиши комментарий. Всего хорошего. Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!